Здравствуйте! Вы смотрите новости первого карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. В ближайшие 20 минут вы увидите. Карагандинка покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна. У данного факта проводятся расследования, назначены все необходимые экспертизы. Карагандинцы могут выбрать логотип к 80-летию Караганды. Готовность номер один объявил департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. Учения будут проходить два дня, сегодня-завтра. Целью учения является проверка готовности органов управления, сил и средств. Действия при возможном возникновении разрушительных взаимодресений в системно-опасных ребенках. Карагандинка покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна областной клинической больницы. Инцидент произошел накануне. Самоубийство 26-летней пациентки для медперсонала областной клинической больницы стало полной неожиданностью. Заперевшись в туалете, девушка выбросилась в окно. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Врачи рассказывают, в этот день девушку как раз собирались выписывать. Родные погибшие комментировать ситуацию отказались. По словам врачей, мама девушки никаких претензий к больнице не имеет. Медики также пояснили, что пациентка страдала наследственным психическим заболеванием. Это врачебная тайна. Мы не имеем права разглашать, потому что есть еще и другие члены семьи. Неприятно знать, что кто-то страдает наследственным психическим заболеванием. В медучреждении сейчас работает следственная группа. По данному факту проводятся расследования. Назначены все необходимые экспертизы. Амина Смакова, Лужас Габасов, Асхат Абедулов, Первый Карагандинский. Карагандинцы могут выбрать логотип к 80-летию Караганды. На сайте городского Акимата развернулось голосование за лучший символ к юбилею шахтерской столицы. Конкурс на лучший логотип, наиболее выразительно раскрывающий образ Караганды, его историю, достижения и успехи, прошел накануне. В итоге были выбраны три наиболее интересных проекта. Финальный же выбор предстоит сделать горожанам. Проголосовать за лучший логотип можно на официальном сайте карагандинского Акимата. Итоги будут подведены 25 октября. Проект-победитель станет символом 80-летия шахтерской столицы. Кроме того, Акимат составляет списки тех, кто внес большой вклад в развитие Караганды. Причем, неважно, сколько ему лет и кто он по профессии. Главное, чтобы это был человек с интересной судьбой, которая связана с угольной столицей. Свои предложения, идеи и отзывы можно высказать по телефону 42 14 42. Оборудование для детского сада и национальные китайские выставки. Карагандинскую область посетил посол Китайской Народной Республики в Казахстане. Сегодня делегат из Поднебесной встретился с главой региона, где обсудили социально-экономическое сотрудничество двух стран. Посол КНР Лэй Юй Чен приехал не с пустыми руками. Делегация привезла в Караганду развлекательное оборудование для детского сада Байтирек и национальную выставку гравюр на дереве, которая пройдет в Музее изобразительных искусств. Гости из соседней страны также посетят Карагандинский технический университет, в котором успешно функционирует Институт Конфуция. В свою очередь глава региона Бауржан Абдишев рассказал послу о развитии области, ее природных ресурсах, внешнеэкономических связях. В частности, внешнеторговый оборот региона с КНР по итогам 8 месяцев этого года составил почти полтора миллиарда долларов. Здесь действует шесть предприятий с участием китайской стороны. Отметим, что новым этапом сотрудничества Казахстана и Китая станет сфера зеленой экономики. Китай сейчас очень много делает в области зеленой экономики. Думаю, что мы вполне можем взаимодействовать с Казахстаном. В частности, внедрить у вас в регионе использование солнечной энергии, к примеру, для уличного освещения. Я убежден, что вы внесете большую лепту именно таково экономическое, гуманитарно-культурное сотрудничество между нашими странами. Готовность номер один объявил департамент ПЧС Карагандинской области. Начались республиканские командно-штабные учения ЖЕР-2013. В учениях задействованы все Акиматы, все подразделения Министерства внутренних дел, расположенные на территории области. Силы областной территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций готовятся к возможным действиям по ликвидации катастрофических землетрясений в сейсмоопасных регионах Казахстана. Отрабатываются действия на автомобильном, железнодорожном и воздушном транспорте. Горючие вещества на борт не допускаются, поэтому надо будет сразу определяться на месте до заправки ваших агрегатов. В ходе учения отрабатываются механизмы оперативного управления подразделениями при приведении в готовность на маршруте движения и месте проведения аварийно-спасательных работ. Учения будут проходить два дня, сегодня-завтра. Целью учения является проверка готовности органов управления, сил и средств, действия при возможном возникновении возрушительных землетрясений в сейсмоопасных регионах Республики. В республиканских командно-штабных учениях задействована автоматизированная система централизованного оповещения «Сигнал Караганда-Кенгир», весь сектор оповещения населения в области. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Вопросы совершенствования медицинского образования являются краеугольным камнем обеспечения качества медицинского обслуживания. На это нацелена и государственная программа развития здравоохранения Республики Саламат-Казахстан. Проблемам подготовки специалистов для здравоохранения на современном этапе была посвящена вторая Центрально-Азиатская конференция, которая проходила в Карагандинском государственном медицинском университете. В представительном форуме приняли участие ведущие медицинские вузы Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, России, Турции, Малайзии, Испании, Германии. Динамично развивающиеся процессы, связанные с научными открытиями, изменениями социальной жизни и требованиями времени, вызывают необходимость мобильного реагирования медицинского образования на совершенствование образовательных программ, изменение форм обучения и технологии получения информации. Медицинское образование меняется довольно динамично, поэтому результаты, которые обсуждались, вернее, то, что обсуждалось в прошлом году, на прошлой конференции, результаты вот этого совместного нашего обсуждения, коллективных споров, они уже внедряются, внедряются в виде новых форм работы со студентами, в виде академической мобильности. Это означает, что мы можем активнее работать с нашими партнерами. Обучение в медицинских вузах должно быть направлено на подготовку конкурентоспособных специалистов для системы здравоохранения и науки. Выпускник должен обладать достаточным потенциалом для разработки, внедрения и использования инновационных технологий. Надо создавать сотрудничество, взаимные договоры составлять, а подготовка, переподготовка и студентов, и врачей. Это очень нужный момент, потому что сейчас, может, из Америки кто-нибудь выступает, дает как новые технологии подготовки, какие в виде операции. Сейчас идет очень много эндоскопической операции, потому что в мире это вот на 2-3 года так идет развитие. Участники конференции отрабатывали в работе мастер-классов, технологии, посвященные вопросам применения активных методов обучения и симуляционных технологий. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Нуркена-Авдирова, 9, телефон 909-909. 22 карагандинских студента успешно закончили курсы госслужбы. Пока подводят итоги пятого сезона школы государственной службы, полным ходом идет набор новых претендентов для участия в проекте. Все подробности у Алины Акбаевой. Школе государственной службы уже пять лет. Проект предоставляет шанс молодым лидерам приобрести практические навыки работы на госслужбе. У потенциальных чиновников есть возможность пройти практику в государственных учреждениях. Эта работа построена так. Мы сейчас в октябре месяце объявимся, что мы следующий учебный сезон открываем. Успешно эта школа действует в карагандинском области уже на протяжении пяти лет. Эту школу прошли, по нашим данным, около 150 студентов, многие из которых после окончания высших учебных заведений трудоустроились в системе государственной службы и успешно работают на сегодняшний день. Критерии отбора конкурса предельно просты. В нем могут принимать участие студенты старших курсов и магистранты любого вуза города. От них требуют СССР и знания восьми государственных законов. Обучение в школе будет бесплатным и во внеурочное время. Как отметили организаторы, развитие государственной школы карагандинской области стало самым успешным во всем Казахстане. Прежде всего, современные государственные служащие – это патриот своей страны, профессиональный человек, это человек, который именно призван служить обществу. В процессе обучения мы выявляем наиболее талантливых, наиболее активных среди стажеров и рекомендуем затем уже при проведении стажировки в государственных органах на них обратить особое внимание уже на практике работы. В этом году в состав отборочной комиссии проекта войдут депутаты, партийцы, общественники и журналисты. Отметим, что в этом сезоне 22 студента уже пришли успешно стажировку, получили диплом из школы государственной службы. В этом году исполняется 125 лет со дня рождения нашего земляка Амрия Кашаубаева, первого казахстанского певца, которому довелось выступать с концертами за границей. Его редкий певческий дар поражал современников. В Каркандинской библиотеке номер 7 для учащихся города организовали час с известным певцом. Учащиеся школ прослушивали песни в исполнении мастера. Узнавали о Амрия Кашаубаеве новые страницы жизни. Амрия родился в Семипалатинской области. Впервые как певец он выступил на Кайандинской ярмарке. В то время ярмарки были своеобразным фестивалем казахского устного творчества. Он учился у известных казахских певцов Габбаса Айтбаева, Кали Байжанова, был знаком с композитором Жаяу Мусой и знаменитой певицей Майрой. Нарком просвещения Луначарский лично пригласил Амрия участвовать в этнографических концертах на всемирной выставке в Париже. Через Кашаубаева Россия и Германия знакомились с народным творчеством казахского народа. Мы проводим это мероприятие с целью воспитания чувства патриотизма у подрастающего поколения и знакомство с выдающимися людьми национального искусства. Амрика Шаубаев был еще и актером в Первом казахском профессиональном театре. Его редкий певческий дар не угас до конца его дней. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Алюгал. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости 1-го Карагандинского и будьте в курсе всех событий. А я напоминаю номер телефона нашей редакции 420649. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok